Мы обеспокоены нехваткой инвестиций во все виды активов, новых инвестиций. Джеймс, насколько я понимаю, мировые потоки FDA увеличились наиболее со времён кризиса. В каком секторе вы наблюдаете самое большое увеличение? Да, это правда, они значительно увеличились. Сейчас оборот составляет 1,7 триллионов долларов. Таким образом, увеличение составляет 36%. Самое крупное увеличение зафиксировано в притоке FDA в США и в Европу, с целью ускорения процесса индустриализации. Этот тренд совершенно противоположен предыдущему, при котором приток инвестиций преимущественно наблюдался в развивающихся странах. В США на сегодняшний день приток FDA увеличился в четыре раза, а в Европе увеличение составило 180 миллиардов долларов. Последний отчёт УНКТА также свидетельствует о неожиданно огромных оборотах. «Существуют опасения, что экономики недостаточно сильны, чтобы поддержать этот тренд. Не могли бы вы назвать причины таких опасений?» Структура тренда говорит о том, что увеличение было вызвано преимущественно процессом слияния и поглощений. Большая часть этого, приблизительно 200-250 миллиардов, является результатом корпоративной реконфигурации. Некоторые компании основали фирмы вне стран, где находится их главный офис, и перевели туда главный офис. Таким образом, активы в их родной стране стали автоматически зарубежными инвестициями. Увеличение масштабов процесса слияния и поглощений не является и не приводит к новым инвестициям. Уровень инвестиций поэтому остаётся на практически том же уровне, что и в прошлом году. Мы обеспокоены нехваткой новых инвестиций в активы. Крупные международные компании боятся расширять свой бизнес и инвестировать в это расширение свой капитал в условиях слабого мирового спроса и переизбытка предложения. Вы упомянули тренд слияний поглощений, но я бы хотела затронуть аспект намеренного обесценивания валют. Как этот тренд повлияет на потоки FDI в 2016 году, как вы считаете? Это довольно сложный вопрос. Хочу отметить, что обесценивание валют мира повлияло на потоки FDI в разных аспектах. Самый главный компонент – мотивационный. При этом значение имеет, в какой степени была обесценена та или иная валюта. Как правило, обесценивание валюты не сильно затрагивает потоки FDI, поскольку FDI – это только инвестиции на длительное время, которые находятся под влиянием таких переменных, как размер рынка, темп роста рынка, политическая среда и условия, способствующие развитию бизнеса. Но если есть место резкому снижению курса валют, как в 1997 году во время финансового кризиса в Азии, то FDI пострадает очень сильно. Во-первых, во время масштабной девальвации, какую недавно мы наблюдали на развивающихся рынках, падает оценка активов. Следовательно, и денежное выражение инвестиций снижается. Несомненно, это подстегивает процесс инвестирования в страну, валюта которой обесценилась больше всего. В свою очередь, это скажется на уже существующих инвестициях в этой стране. Если страна является рыночным рецепиентом, то есть производит товары и услуги для внутреннего рынка другой страны, когда она получает прибыль, то обнаруживает сокращение дохода за счет выражения его в валюте родной страны. Но если страна производит товары и услуги на своей территории, а затем их экспортирует, то цены в таком случае более конкурентны. Так, мы видим, что мультинациональные компании работают в разных направлениях. Также на развивающихся рынках существуют мультинациональные компании, которые инвестируют в зарубежные активы, что делает их инвестиции весьма затратными. Это в некоторой мере отбивает охоту этих компаний инвестировать в целом. Тренд выглядит довольно сложным и неоднозначным. Джеймс, спасибо вам за беседу. Мы надеемся, что вы посетите нашу студию еще не один раз. Дорогие зрители, наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь в Дукаскопе ТВ. Субтитры сделал Dukasкопе ТВ. Так, спасибо за просмотр!